В общем, мы доехали до Денвера в ночь. Мы приехали где-то в районе часа ночи, сразу заселились в отель и легли спать. Стали сегодня пораньше и первым делом мы едем менять резину. Уже резина пришла, лежит и ждет нас. Соответственно, мы сейчас меняем резину, показываем вам. Идем немножко погулять по прекрасному городу Денвер. Здесь очень много интересного. И стартуем дальше, в сторону Далласа. Дорога будет долгая, порядка 1600 миль. Вроде, да? 1600 или 600 миль, не помнишь? 1500 километров. 1500 километров. В общем, достаточно много придется проехать в этот бросок. Особо ничего интересного там мы не увидим. Ну, а если увидим, обязательно покажем. Поэтому полный вперед, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok В общем, опять мы столкнулись, я не знаю, с some kind of бюрократия. И здесь такая ситуация. Те шины, которые нам прислали наши друзья из БФ Гудридж, они так называемые тюблесс. Они, да, бескамерные. И эти ребята отказываются ставить камеры в эти шины, а нам они обязательно нужны, поскольку наши спицы, точнее, диски спицевые. И есть шанс, что они будут спускать. Поэтому обязательно нужны камеры. Вот, кстати, приехали наши колеса. Вот. И мы, наверное, сейчас просто их куда-нибудь, я не знаю пока, куда погрузим. И поедем по окраине здесь, по округе искать место, где нам смогут это все поменять. Поэтому давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Yeah, cool. В общем, это, друзья, шины из линейки классических шин. Они выпускаются специальной серией. Они максимально сделаны, чтобы выглядеть, как классические, аутентичные шины, которые ставились на эту машину с завода. Да и вообще на любые классические машины. К сожалению, не так часто их можно встретить. И БФ Гудридж продает их только под заказ. И вообще, как мне сказали ребята, что в скором времени они потихоньку откажутся, наверное, от таких классических шин и оставят только Radial TA. Но Radial TA нам тоже нужны, поэтому мы с удовольствием будем сотрудничать. Еще раз хочу сказать спасибо Мишлен, спасибо БФ Гудридж. БФ Гудридж. И теперь давайте грузить все это добро и удвоить искать место для моих переобудов. И все, поехали. Никуда они не вывалятся. И вот так выглядят погруженные четыре колеса в багажник. Да, он мог бы быть большим, если бы не складная крыша. Мы бы, я уверен, запихнули бы туда все колеса, еще осталось бы место. Но здесь весь механизм, все это складывается туда. И багажник, он большой по площади, но по глубине он всего вот такой. Поэтому, ну, много туда не положишь. Ладно, помчали искать место, где мы сможем поменять. Может быть, где-нибудь тут русские тусуются. Сейчас выясним. Они-то точно нам все сделают. И так, друзья, нас послали вот в это замечательное место. Мы здесь уже договорились. Нас готовы здесь принять с чужими шинами. У них есть тубы. Мы все это соберем, поставим и благополучно завершим этот долгий, сложный процесс с колесами. Я надеюсь. А вам покажем результат. Так что загоняем машину. Мы берем тайм-аут, едем в город, отдыхаем. И увидимся после того, как процесс завершится. В общем, 12 часов дня я похвалил этих ребят. А в итоге мы приехали сейчас сюда в 6 к закрытию. Нам никто в итоге не позвонил. Приехали, тачка еще на подъемнике. И они сидят, вот, курят около колеса и думают, а что же с ним делать? Я подхожу, чуваки, как бы нам ехать пора. 6 часов, вы что тут делаете? Они говорят, ребята, извините, но мы не можем, как бы, вам ничего сделать. Забирайте тачку, как есть. Я такой, ну, а как бы варианты какие? Они такие, ну, у вас задние камеры повреждены, а они спускать будут. Я такой, а варианты? Они такие, ну, мы сейчас соберем, вы на спущенных колесах поставьте ее на парковку, купите новые колеса, и мы вам все соберем. Я такой, нормально, мы приехали к вам сюда. А вы сейчас говорите, что, типа, нам надо ехать, как бы. Короче, они не хотят брать ответственность за сборку колес. Они просто ссут, так сказать, да? Потому что им, видимо, отвечать за это. И сейчас мы еле договорились, чтобы нам поставили все, как было обратно, лишь бы мы сегодня уехали нахрен из этого города, поскольку он нам в итоге не понравился. Ну и, соответственно, я думаю, мы отъедем 50 километров куда-нибудь по трассе, и там будет ситуация попроще. Мы в итоге уместили все колеса под крышей, за передними сидениями, и поедем вообще полностью запакованной, забитой добром. У нас уже дверь открывается, вываливается просто всякий став сопутствующий. В общем, давайте до следующего включения. Ну что, мы благополучно преодолели горы Колорадо, которые остаются у меня за спиной. К сожалению, там поснимать особо и не получилось из-за, помните, проблем с генератором. В итоге мы их решили, но все это было в такой суматохе, что просто не успели отснять в дневное время суток красоты горных вершин заснеженных. Мы попали в снег, в дождь, дождь со снегом, все это машина прошла без каких-либо проблем. В итоге в Денвере мы так и не поменяли резину, поскольку все нам отказали. Едем так, решили доехать до Техаса, ничего не трогая. Вот, и там уже полностью поменять и резину, и, да, обслужить, и еще раз заменить масло во всех местах, коробке, в моторе, и поехать дальше. Вот, хочу еще раз сказать, что там Колорадо, там Техас, и сейчас дороги расходятся, и мы уезжаем в сторону Техаса. Соответственно, наконец-то прощаемся с этим диким холодом ноли и ночью до минус 5 градусов, снимаем все вот эти теплые вещи, одеваем обратно шорты, ну, я не одеваю обратно, я в них и остаюсь, и едем дальше. Я надеюсь, там будет теплее, машине будет неплохо, мы успешно доедем, и будут прямые включения из самых интересных мест. Поэтому еще раз, пока, Колорадо! Итак, мы сменили штат, только что мы въехали в Нью-Мексико, мы срезаем буквально отрезок 100 миль кусочек штата, и въезжаем затем в Техас. Как видите, ландшафт вокруг у нас уже меняется, появляется степь своего рода, и вот уже дальше я вижу, что начинаются пески, дальше будут дюны, и, в принципе, в ближайшие там 500-600 миль у нас ничего не изменится вокруг. Будем самое интересное, естественно, снимать. По машине полет проходит успешно, мы двигаемся, как обычно, с крейсерской нашей скоростью 60 миль в час. Больше страшно, машина может без проблем поехать больше. Во-первых, ограничения везде от 60 до 70 максимум миль, поэтому мы едем вот в золотой середине, никого не смущая своей скоростью, и нам, в принципе, комфортно. Мы еще, если помните, сзади на старой резине, на ней вообще не рекомендовано ездить, блин, больше в 50-60. В целом все хорошо, передние у нас новые покрышки отлично справляются с своей задачей, они куда более мягкие, поэтому ехать стало комфортнее. Мы сделали балансировку, руль уже не бьет, есть небольшие как бы люфты, все неровности на дороге, которые чувствуются на руле, на машине, но в целом кузов плывет. Никаких, в принципе, проблем с управлением нет. Да, трудно ночью, когда ни черта не видно, фара не светит нормально, особенно если дождь или снег, это вообще труба. А днем без проблем. Был бы круиз, можно было вообще ехать и летать в облаках, поскольку трасса свободная в этом направлении, машин очень мало, полосы широкие, и, в принципе, никто тебя не отвлекает, не тревожит. Едешь себе спокойно и едешь. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, сейчас по картинке вы, наверное, поймете, в какой штат мы приехали наконец-то. Это Техас, мы в двух часах от Далласа, и в Техасе все по-другому. Картинка меняется полностью, она становится более автомобильной, реакция людей становится совершенно другой на машину, на нашу. Для примера, мы едем 4 часа по Техасу, 3 или 4 раза останавливались, и я уже раздал более 20 своих визиток. А за наше все двухнедельное путешествие я раздал, наверное, по другой Америке. Визиток 10-15. Понимаете разницу? Тут каждый подходит и обращает внимание на эту тачку, спрашивают, интересуются. Все-таки Техас, наверное, это столица автомобильной культуры, потому что здесь вот мы едем, куча заброшенных поселков, домов, городов, и везде стоят старые тачки. Нигде в Америке больше они так не стоят. Проезжающие дальнобойщики сигналят и машут руками. Все оценивают, все оценивают. И вот, для примера, мы выбрали какой-то захудалый простой городишко по нашему маршруту. Остановились и просто старинная мастерская автомобильная, да? В ней стоит машина и обрушенный потолок. Внутри в помещении до сих пор лежат инструменты, автомат с Кока-Колой, компьютер. Все вот как оно было. Я не знаю, сколько лет назад так оно здесь и осталось. Не знаю, почему. Может быть, культура, а может быть и... Сейчас я вам покажу кое-что, что, возможно, отделяет это место от полного разграбления. Мы, когда сюда зашли, начали так смело гулять, залезать, смотреть, а потом наткнулись вот на это. Это, ребята, гремучая змея. И когда мы пошли внутрь туда, мы увидели, что там их реально очень много. Поэтому мы быстренько дали назад и вышли на улицу. Потому что внутрь вообще страшно заходить. Там тень, и, возможно, там просто их гнездо. И вот, ребята, глядя, 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 глядя. Глядя, 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 глядя. Самое интересное, что все вот эти тачки, они открыты. Можно подойти. Дедушка на старом-старом Мустанге. Привет. Все эти тачки открыты. Можно просто подойти, дернуть дверь, и... она в офигенном состоянии у нее только патина у нее нет ржавых дырок это плюс автомобилей в техасе это тоже стоит уже видно что очень очень давно она тоже открыто воняет конечно жестко но тачки полностью комплектные не гнилые пороги не гнилые арки то есть ну по сути захотел поставил новые колеса естественно взбодрил мотор и поехал проект готов но видимо в техасе есть какие-то сложности может быть нет тайтлов может быть нет хозяев может быть хозяин просто устал и ему это все нафиг не нужно лишний геморрой но нам остается лишь гадать и созерцать эту красоту которая еще будет радовать глаз много-много-много лет вперед about 90 truck slid into it oh really yeah that's amazing И как давно этот бизнес начался? В 1950-х. У меня была в газовую станцию. У меня была новая машина. Это было Chevrolet. А владельцы еще живы? Нет. Нет. Все, что только лет назад. Конечно, я его сейчас. Но это хорошая вещь. Да, потрясающе. Это место, в котором я не знаю. Мне кажется, что я имею в виду. Да. Да. Сейчас я немного рассказываю. Спасибо. Удачи. Удачи. Пока-пока. В салон по продаже новых автомобилей. А в 90-х. Мы гадали-гадали. В 90-х годах обвалилась крыша. И знаете, как это случилось? Вот такая вот фура залетела туда внутрь. Это пипец. 18-колесная фура, он сказал, да, влетела внутрь и пробила эту дыру. К сожалению, владелец этого места уже давно умер. И вот и ответ. За ним никто не следит. И местные просто говорят, ну, хотите, гуляйте, делайте, что хотите. А это круто. Я не представляю, просто это... Вы не представляете, разница с российской культурой и действительностью, она просто в пропасть. Огромная пропасть. И, блин, ну, нечего сказать. Конечно, это... Если бы не змея, мы бы сейчас загрузили наш T-Bird. Вот так с горкой и уехали. Не, ладно, я шучу. Мы бы не посмели, но мы бы хотя бы не испугались зайти внутрь и поснимать все, вот как оно осталось с 90-х, я не знаю, с 80-х годов там. Оно там так и лежит. Ничего не ушло. Я уверен, что ключи от всех этих машин еще там. Но, может быть, в следующий раз. Может быть, кто-то смелее нас залезет сюда. Если это будете вы, обязательно скиньте фоток. А пока поехали дальше. Друзья, друзья, вот такие вот заброшенные локации в Техасе можно встретить очень часто. Если брать удаленные направления трассы от города, ну от городов, от крупных, вот это сплошь и рядом. Причем такие заброшенные поселки в основном образовывались в районе железных дорог, в районе каких-то там ореховых плантаций и так далее. Грубо говоря, вот тот город, в котором мы были, он был основан сто двадцать где-то лет назад. И пик его населения был в районе, по-моему, двух тысяч человек. И сейчас, судя по Википедии, там живет всего шестьсот человек. Но, честно говоря, это данные двенадцатого года. Я думаю, сейчас эта цифра сократилась пополам, поскольку, ну реально, никого нет. Вот, и мы посмотрели на крегли стен. Машины, которые там стоят, их нет в продаже. Они просто вот стоят и стоят. Не знаю, что там будет с ними дальше. Но было круто вообще посмотреть на это на все и прикоснуться, опять же, окунуться в культуру и в дух старого времени. Следующее наше место, локация, куда мы сейчас движемся, это, ну во-первых, это Даллас. От Техаса. И первая локация будет особенная там. Я давно туда мечтал попасть. Я был в Техасе пару раз, но почему-то так и не доезжал. Место это потрясающее. Такого нельзя встретить, мне кажется, в мире. Такие три локации в Америке в трех разных штатах. Они раскиданы абсолютно по разным сторонам. И не заехать туда было бы неуместно. Тем более нам нужно закупить несколько примочек на нашу машину. Поэтому мы едем туда и буквально сейчас мы вам покажем, что это за место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...